В России начали замедлять работу YouTube. На доступ к видеохостингу массово жалуются жители всех регионов страны. На ноутбуках, компьютерах и телевизорах сайт не открывается и вовсе. На мобильных сильно тормозит. Вероятно, большая часть аудитории, вас, зрители, смотрели и смотрят нас именно на YouTube. Но не факт, что завтра мы с вами там увидимся вновь. Ситуация с замедлением одной из самых популярных и востребованных платформ в интернете сегодня набрала пик. Если несколько дней назад пользователи могли просматривать контент на ТВ и компьютерах с небольшими сбоями, то сегодня это стало практически невозможно. Жители краевой столицы негодуют, хоть и о блокировке YouTube речь шла давно. Она была удобной, да, а сейчас что, она даже вообще никак не загружается. Серый экран и все горит. На самом деле смотрел видео там иногда. Жалко, что сейчас не работает. Ну там все было, в принципе, все было. И фильмы, и рецепты. Это абсолютно уникальный сайт. Ну и просто такого количества и такого качества контента нет ни одной другой площадки. Напомним, о замедлении в работе высказывался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий считает, что прогнозируемое замедление возникло из-за действий самого видеохостинга, который прекратил вложение в свою корневую систему в России. Из-за проблем, в первую очередь, связанных с работой самого YouTube и запрещенной в России корпорацией Google, возникают серьезные проблемы с воспроизведением видео. До 70% скорость загрузки упадет. И связано это с действиями самого YouTube, который на протяжении двух лет перестал как-либо вкладываться в свои системы, расположенные здесь. А поскольку основной контент, который смотрят российские пользователи, хранится здесь, на серверах, принадлежащих Google, они требуют постоянного сопровождения, обновления. Некоторые барнаульцы признаются, будут пользоваться платформой, даже если загрузка долгая и искажается качество видео. То есть, пока не прекратит работать совсем. Кто-то уже подумал о запасных платформах. Рутуб. Там, может быть, еще что-нибудь. Замещение русскими какими-то аналогами, мне кажется, пока еще не достигло уровня YouTube. ВК-видео, наверное. Так не знаю больше никаких. Прекратится ли замедление работы популярного видеохостинга в будущем, пока неизвестно. Время покажет. Ну а в любом случае, в дальнейшем подписчики и телезрители смогут нас смотреть и на других платформах. Предлагаются такие варианты. То есть, можно посмотреть сюжеты телеканала «Толк» в наших соцсетях. Это ВКонтакте «Одноклассники». Также у нас наш бессменный Рутуб работает. Ну и еще, естественно, можно посмотреть наши сюжеты на сайте и на телеканале «Толк» на 22-й кнопке. Кстати, некоторые блогеры уже давно дублируют свой контент на отечественных площадках. Ведь если YouTube полностью заблокирует, альтернативы не останется. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком.